Дети и безопасность. Белжиде в преддверии осенних каникул проведет профилактическую акцию. Подростки в наушниках зачастую не слышат звук приближающегося поезда. К чему приводит беспечность. Бьет не значит любит. Если же все-таки домашнее насилие совершено в отношении вас, то необходимо об этом рассказать как можно большему количеству людей. Правоохранители отправляются в рейды по неблагополучным адресам. Куда обращаться за помощью? Улица Раздора. Туман, дождь и невнимательность. Как следствие, два ДТП за полчаса на одном отрезке. В результате ДТП мужчина получил повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу. Как стать заметным в темноте? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Как будто пелена перед глазами накануне вечером на перекрестке Гоголя и Каменского произошла авария. Водитель Форда поворачивал налево и столкнулся с «Ладой», которая двигалась со стороны Октябрьской. Как итог, у легковушки помят бампер и разбита передняя фара. Второй автомобиль особо не пострадал, однако оказался на тротуаре. Из-за ДТП частично было ограничено движение. Только за прошедшие выходные в Могилевской области выявлено свыше тысячи нарушений ПДД. Задержаны 10 пьяных водителей и 30 бесправников. Вечер, туман и моросящий дождь. Вот слагаемые ДТП. Во вторник на Гоголе все сложилось как нельзя кстати. Пока впереди шло разбирательство предыдущей аварии, под колеса авто угодил 54-летний бобруйчанин. В 18.07 Рено Логан под управлением 23-летнего местного жителя вблизи дома 155 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу. ГАИ в очередной раз напоминает во время ухудшения погодных условий. Водителям необходимо включить ближний свет фар, увеличить дистанцию, избегать резких торможений и перестроений. Пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами и следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения, а не скрывались за вещами. Под стук колес БелЖД в преддверии осенних каникул проводят профилактическую акцию «Дети и безопасность». По 30 октября в рейды отправляются работники железной дороги, правоохранители и представители общественных организаций. Особое внимание детям и подросткам, которые находятся без присмотра взрослых вблизи путей, на вокзалах, станциях и в поездах. В трудовых коллективах и в учреждениях образования также будет проведена разъяснительная работа. Подростки в наушниках зачастую не слышат звук приближающегося поезда. Желание сделать эффектное селфи приводит к травмированию и гибели людей на транспорте. Мы призываем граждан быть более внимательными. За 9 месяцев специалисты БелЖД провели более 4,5 тысяч рейдов и столько же профилактических бесед. Но несмотря на все принимаемые меры, проблема травмирования на железной дороге остается весьма актуальной. 69 случаев только в этом году. Пострадал 71 человек. Среди них четверо детей. Двое погибли. Ни денег, ни товара. Местная жительница стала очередной жертвой мошенников. В милицию обратилась 35-летняя горожанка. Она лишилась 2000 рублей. Женщина нашла объявление о продаже нужной ей вещи на одной из торговых площадок и заполнила там форму для связи с продавцом. Через несколько дней в мессенджере раздался звонок. С того конца провода сообщили о приятном бонусе и предложили приобрести набор автомобильных инструментов с хорошей скидкой. Девушка согласилась, после чего и продиктовали номер банковской карты, по которой она перевела 2000 рублей. Однако товар она так и не получила. Следователи возбудили уголовное дело. По ту сторону двери правоохранители уделят особое внимание профилактике бытового насилия. Контроль за семьями, которые состоят на учете, усилят с 26 октября по 7 ноября. Каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение, как правило, совершает близкий человек. Зачастую поведение таких людей не поддается здравой логике. Только в Бобруйске с начала года 73 преступления. Среди них тяжкие телесные, умышленные истязания и угрозы убийства. Если вам стало известно, что в семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, кто-то из членов семьи злоупотребляет алкогольными либо слабоалкогольными напитками, дети находятся в социально опасном положении, необходимо сообщить в органы внутренних дел. Если же все-таки домашнее насилие совершено в отношении вас, то необходимо об этом рассказать как можно большему количеству людей, соседям, родственникам, знакомым, друзьям, чтобы впоследствии эти люди смогли стать вашими свидетелями. За помощью круглосуточно можно обращаться по номеру 102. Также в Бобруйске существуют кризисные комнаты на базе территориальных центров социального обслуживания. Уже не дети, но еще и не взрослые в Бобруйске отмечается рост подростковой преступности. Только с начала года 25 преступлений, на 8 больше по сравнению с прошлым. В связи с этим с 20 октября сотрудники милиции посетили несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа. Семьи, чьи дети находятся в социально опасном положении. Также проверку прошли клубы, дискотеки и другие заведения. Чаще всего несовершеннолетние совершают такие преступления, как в сфере незаконного оборота наркотических средств, мошенничества, хищения денежных средств путем компьютерной техники, а также кражи. Уважаемые родители, обратите внимание на то, с кем общается ваш ребенок, куда ходит, есть ли у ребенка свободные карманные деньги. С начала года зафиксировано полтысячи административных правонарушений. Свыше 260 подростков и 60 родителей находятся на постоянном контроле правоохранителей. С ними проводится профилактическая работа. Некоторые ребята состоят на учете в наркологическом диспансере. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Ремс. Увидимся через неделю.